Дополнительный вопрос. Препод танцев, он только препод танцев или он должен иметь какие-то базовые знания в физиологии и в психологии? Ну, мы про идеальную картину. Про идеальную. Всё это. Но в моём понимании это должен быть разносторонний, осведомлённый, интересующийся, и не только в танцевальном направлении, а сверх. Ну, вот те вещи, которые ты перечислил, чуть-чуть психология, если это про социал, ну, там больше это нужно, чем в сольдах. С анатомической точки зрения посмотреть, ну, то есть чуть-чуть разбираться. Понятно, можно не углубляться в медицинскую часть, из чего там, что, как, где, да. Ну, так хотя бы на уровне, потому что всем же разные объяснения нужны. Одному хорошо с образами поработать, другому показать, подойти, третьему высчитать угол в 30 градусов. Ну, то есть всякое бывает. Чтобы уметь находить подход, нужно смотреть в разные стороны. Одно, я понимаю. Да кому что надо. В зависимости от цели, опять же. Вот я так полагаю, что мы здесь собрались преподаватели, которым недостаточно просто устроить на занятие анимацию, да, мы хотим такого целостного, чтобы человек там и развивался, и духовно, да, 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 вот это все. Но, может быть, кому-то из учеников это просто нахрен не надо. Кому-то вот реально после работы нужно просто отключить голову, а мы несем великую цель, великую миссию, да, мы тут проставим идеальную методику, как вот это все сделать суперкруто, чтобы, ну, мы сами такие. Мы пару недель назад со Светой встречались, она мне рассказала, она проходила обучение и поделилась со мной мыслью оттуда, с обучения, что ваши ученики – это вы сами год назад. Я подумал, ммм, вот, твой ученик, да, твой клиент – это ты год назад. И, ну, мы примерно сейчас говорим о людях, которые так же, как и мы, стремятся к чему-то вот расширяться во все стороны, да, не просто там сходить на опен-эйр и подвигаться АБК. Мы пытаемся этим людям такие тоже, ну, вы что, ребята, вы разве не хотите красивую форму, ну, вы разве не хотите, они не хотят, вот, поэтому кому что. Кому что. Так и есть про целевую аудиторию, потому что мы притягиваем, да. Ну, просто есть, как ты занимаешься запусками, продажами, и как понять, что твоя целевая аудитория, ну, это ты год назад. Ну, такие же притягиваются, условно, только с запозданием. У тебя был хороший вопрос в конце, чего не хватает. Вот, да. Я просто думала на этот счет, и последние поездки об этом говорят, там, когда в Минске была. Вот мы говорим про взаимодействие преподавателя-ученик, а мне хочется про преподавателя-преподавателя. Мне кажется, в тусовке не хватает вовлеченностей, может быть, эмпатии, толерантности именно между друг другом. Это тоже про развитие. Словости. Да, да. То есть мы смотрим на Европу, как они взаимодействуют друг с другом. Блин, почему у нас так не происходит? Ну, потому что мы конкурируем. У нас один преподаватель закрывает все направления. Например, я умею и Urban, и Fusion, и то, и третье десятки. Хотя, ну, важно понимать, что есть основное, в котором ты хорош. Остальное ты можешь, но в целом, ну, круто, когда не стремно посоветовать кого-то, что, слушай, а вот этот вот в этом, да, прокачивается уже сто лет, сходи, если тебе интересно. Например, когда я училась, было такое, что... Будут смотреть, мой преподаватель это. Что я приезжала просто из другого города, и он мне говорит, а ты по-другому танцуешь. Ну, то есть, и это не с позитивной точки зрения. Ну, как будто нельзя быть где-то еще. Дало бы хороший толчок к развитию. Мне кажется, тусовки все же идут с головы. И мне этого прямо очень не хватает. Взаимодействие, препод-препод. Да, какие-то, может быть, коллаборации. Они есть на уровне снять видосики. Вот. А чего-то глубокого, каких-то вот проектов совместных может быть. Слушайте, чем мы сейчас и занимаемся. Ну да, поэтому спасибо тебе. Я тоже думал над этим вопросом. У меня две вещи всплыли. Первое. Я это назвал вот то, о чем ты говорил, самодостаточность, когда преподаватель хватает смелости сказать, что, ну, блин, ну, не знаю. Или, ну, я в этой теме не шарю, сходи туда. Это, ну, и вот вторая, которая вытекает из этого, это честность с самим собой. Да, ты, во-первых, понимаешь, что ты несешь людям. Если ты аниматор, ну, скажи честно, я аниматор, я людей зажигаю. Я не могу их научить качать, танцевать, но я их могу зажечь. Если ты пытаешься, наоборот, там, нести что-то духовное, но у тебя никак не получается делать это весело, ну, признайся себе честно. Вот, я про другое. Ну, у тебя отсекаются не твои люди, потому что, ну, возможно, для тех, для кого танцы, это профессиональная род деятельность, кто этим зарабатывает, да, мы пытаемся объять необъятное. Я хочу угодить каждому ученику, для тебя я буду веселым, для тебя я буду серьезным. Ну, и вот это вот метание и выгорание от этого происходит, когда ты пытаешься, там, быть не тем преподавателем, который ты есть. Вот, когда у тебя появляется вот эта честность, ты не мой ученик-то, ну, не смогу я тебя преподавать, хотя ты мне приносишь очень много денег. Ну, ты не мой ученик. Вот такое. Честность есть, ну, самодостаточность отсюда вытекает. Сказать, ребят, не знаю, сорян, узнаю, скажу, сейчас не знаю. У преподавателя есть шанс в первый, там, месяц, полмесяца даже, пока у ученика чистый лист и он доверяет абсолютно всему, что здесь происходит, принимает все за чистую монету, вписать, вложить ему все-все-все, что касается жизни в этой социальной тусовке. И очень жалко, что многие преподаватели не воспринимают нашу тусовку, как, ну, грубо говоря, секту, сообщество, эгрегор, в котором есть некоторые правила. Как, например, приходит, человек в качалку, для него нормально, что его заставляют стелить полотенце, одевать нормальную обувь, да, и разбирать со штанги блины. Вот, здесь я считаю абсолютно справедливые, похожие правила взаимодействия. Это, что касается общения, приглашения, поведения на танцполе. Я всегда буду вспоминать очень классный пример, который рассказывает всегда из своей жизни, своего опыта Евгений Черемищенко. Когда он обучался сальсе у Жоры Демкина, тот ему говорил, вот, пришел на танцпол, потанцевал с каждой, отдохнул пять минут и пошел дальше танцевать с каждой, отдохнул пять минут и пошел танцевать дальше с каждой. И он с этой концепцией все время по жизни, это у него записано под корки и вот пока у него колено не заболит, он с каждой по чуть-чуть танцует, ему кайфово. Да, бывает, конечно, в Ки-зомби истории там за липашек и так далее, но все равно с таким подходом и ему хорошо, и танцпола вот этого тоже хорошо. Но если ничего этого не вкладывается, ну, конкретно, да, в истории с Женей, это приглашение, да, всех подряд, то будут происходить истории даже непредсказуемые, я бы так сказал, человек из своей жизни, другой, нетанцевальный, может привнести опасные вещи. А что может заложить преподаватель? Как он сам это все видит? Во-первых, собственным примером показывать, что он делает здесь, и люди будут на нее смотреть. Это раз. Во-вторых, в процессе обучения очень важны какие-то имитации вечеринок, перед которыми будут рассказываться некие такие правила. Не как правило, вот надо строго выполнять, а просто вот здесь сообщество, мы живем так. Мы там, например, улыбаемся, приглашаем, тусим, общаемся, знакомимся. Вот это жизнь в этом Грегоре, в этом сообществе. И все. И это имитируется, репетируется, грубо говоря, на домашних вечеринках. Человек готовится к этой жизни, и он воспринимает это как за нормальное, что вот в этом монастыре так, а не как иначе. И у адекватного, осознанного преподавателя есть шанс вот это все проработать, понять все углы, все аспекты и мягко внедрить свой метод. И через собственный пример, через пример старшаков, чуть-чуть закладывать, формировать мышление танцора, которое он выпускает в свет. Опять же у тебя прозвучало осознанного преподавателя, да? Я думал про советы преподавателям. И типа можно очень много чего насоветовать, но хочется выделить что-то такое ключевое. Я бы, наверное, на первое место поставил такую штуку, как любить людей. Если ты любишь людей, то ты вот максимум, что ты можешь им дать хорошего, ты им дашь. Если там ты умеешь, опять же, да, зажигать, то ты их любя зажжешь настолько, насколько ты это можешь сделать. Да, тут такие, типа, а как можно не любить людей, Кто-то там, например, занимается этой профессией, получая самоудовлетворение, да? Люди приходят к тобой, восхищаются из таких каких-то целей. Кто-то, может быть, занимается ей, потому что это модно. Кто-то занимается еще по каким-то причинам, не важно, да? Но вот если держать в голове идею, что я люблю людей, и я хочу сделать для них лучшее, то, скорее всего, даже подсознательно будешь стараться сделать действительно лучшее из того, что ты можешь. Ну, это такое эфемерное, если, да, пожелание, что делать. А если что-то было конкретное, ну, можно книжечку почитать, не рычите на собаку. Там очень классно про дрессировку людей написано. Ну, очень поможет в педагогических вещах, как учить. Вот, один такой философский совет, один такой конкретный совет. Свету Рэй почитать. Свету Рэй почитать, да. Свету Рэй почитать. Кстати, я вот говорил про честность. Мы со Светой Рэй работали несколько лет, и для меня это был очень крутой опыт, очень крутой прокач, в ходе которого я понял, что то, как преподает Света, мне вообще не подходит. Мне потребовалось там года три, чтобы это понять. В начале, ну, для меня Света всегда была авторитетом. Я когда только начинал, она уже была звездой, потом она мне предлагает преподавать вместе. Я такой, вау! И она меня начинает учить, как преподавать. и у меня начинает ломаться все мое собственное. Я через сопротивление. Мы спорили много, ругались, дискутировали. И вот через три года я понимаю, что вот у нее так, а у меня вообще по-другому. и вот когда я это понял, мне стало, вот то, что я говорю, я вернулся туда, на круги своя, только уже с большей базой знаний. Мне стало значительно легче. И ученикам стало легче. Я не приходил на это легче. То есть, наверное, неправильного нет здесь варианта. Да, да. Это мое. А ее и ее. Да. Я не говорю, что она правильная, я неправильная. Мы будем, они, они, да. Ну вот про осознанность и про любовь продолжу. Но это не на губовой части, да, занятиях, а на сольной. Я, например, ну опять же, сейчас, например, использую коучинговый условный подход, где нет такого, как нужно мне, есть как тебе. И ищем метод, способ, подход, как ему. И для меня это тоже про любовь и про осознанность и мою. Но по большей части я как будто пытаюсь найти, показать, как человек может, что вообще это, его желание на первом месте. И даже сейчас, если раньше ко мне приходили, например, ну хочу то, не знаю что, или ну ты посмотри по танцу и скажи, ну часто, я брала такое, то сейчас я прям отнекиваюсь от такого и начинаю с того, что мы определяем запрос. Что ты хочешь? Окей, изоляцию. Что в изоляции ты хочешь? Проработать тело, ну как-то отделить какую-то конкретную часть. Ну то есть я прям первое время я трачу на то, чтобы максимально выявить то, что он хочет. Потому что эффект будет быстрее. То есть ты хочешь, ты получил. Ну чтобы и оценимый результат был. А не так, что ой, ну я не это хотел. Сейчас, ну вот в индивидуальном порядке я так работаю. Считаешь ли ты, что преподавателям в обязаловке нужно что-то такое внедрять в свою практику, в свой метод? Индивидуально? Ну потому что на группе это вряд ли будет работать. Потому что там... Я сейчас не про конкретно этот, а про то, что преподу просто необходимо какой-то такой навык работы с людьми в себе воспитать, что-то изучить, прежде чем идти вот в такую профессиональную работу. Иначе он там, например, может много наломать дров, там навредить и так далее. То, что мы, допустим, я уверен, что мы с вами втроем, ну и 90% всех остальных ребят, как бы через свои ошибки проходили. И свой опыт нарабатывали. И материмся на себя там в каком-то таком-то году. Что я делаю? Ю-ю-ю. Как я мог это говорить? Я сейчас на себя матерюсь. Как я мог это выпустить, не сказав им это, 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 да? Слушай, ну да, ну конечно, вообще по-хорошему надо иметь опыт работы с людьми, какую-то минимальную психологию. Я объясню на себе. Я начала заниматься, ну вот мы с Максом только эмоционально какой-то частью, вот психологически давать какие-то классы, именно по прокачке этого, по взаимодействию. Раскрепощению только когда я вовлеклась психологией. Почему? Потому что у меня есть группа, куда я хожу, и в какой-то момент я заметила, у нас были телесные практики. Психологи боятся прикоснуться, ну просто это к тому, что у всех разное восприятие близости, разные травмы и так далее. И когда я это увидела, я потом пересмотрела наш курс. Это к вопросу о том, что мы хотим, ну хотели быстрого там сближения, да, или, ну что, ты не можешь потрогать, не можешь по-разному прикоснуться к человеку, а вообще-то это серьёзные вещи. Ну то есть у некоторых это вызывает, да, какие-то сопротивления и так далее. И когда ты этого не знаешь, ну у тебя один уровень осознанности. А вот, например, когда я это увидела, прочувствовала, я сейчас по-другому к этому отношусь. Ну то есть для меня это серьёзнее стало. То есть не серия, о господи, там трудности, ещё что-то, а нет, просто я с пониманием теперь к этому подхожу. Или, например, маркетином был курс «Пять уровней чувственности». И там Даша Черешнева, я помню, была. Я не помню, в каком-то городе было. Не в Новосибирске, не помню, в общем. И да, он давал, то есть погружение, вот это всё. И были люди, которые плакали. Ну и ты должен, как преподаватель, если ты идёшь в это, то есть понимать, что может быть всякое, и как-то с этим работать, чтобы не оставить человека. И он потом вообще покончил на саду, не дай бог. Ну, всякое бывает. Конечно, ответственности огромные. Это вот я сказала про психологические вещи, но на самом деле и с обычной техникой может быть то же самое. Или кто-нибудь там подсмеялся друг над другом. Ну, вот какие-то такие вещи. Внимательным надо быть, мне кажется. Но это опять же про любовь. Внимательность, да. Внимательность. Если сравнивать с какими-то профессиональными учреждениями образовательными, там мы видим, насколько люди не имеют права допускать с улицы или не имея какую-то основу и так далее, то есть ответственность понимают. В той же медицинской сфере тем более. А здесь не считаете ли вы, что как бы мы допустили огромную халатность, но не мы, а может быть кто-то раньше, что в такой действительно очень серьезной работе с людьми мы начинаем абсолютно безответственно, абсолютно не понимая, какой риск мы несем при этом. Я иногда задумываюсь, а будет безответственно. Меня это вот шевелит вообще. Это как-то страшно. С каждым годом все больше и больше. Да. Ну вот мне помогает именно мысль, что из того, что у меня на данный момент есть, я стараюсь сделать людям максимально хорошо, как я могу. Я понимаю, что если задаваться вопросом правильно, то тут можно вообще закопаться, да, а правильно ли я делаю сам хотя бы. Но вот как ассоциация с врачом, если врач хотя бы старается помочь человеку, он может не знать всего, да, новая болезнь, но если он хотя бы старается вылечить человека из того, что есть, это уже, я думаю, неплохо. не так, что все, я не буду врачевать, никто не будет врачевать, да, кто-то же должен, если не мы. Что думаете, как дальше действовать, да, мы с этого вопроса начали, нашу, как бы, финишную, прямую, что делать с преподавателями, какие мероприятия создавать, какой может быть контент, какие делать шаги, чтобы у нас началась какая-то трансформация в теме осознанности преподавателей и оптимизации методик и прочего? Делиться, общаться. Я своему опту скажу, наверное, пару лет назад начал выкладывать в Инстаграм всякие ролики, типа, простые обучающие, там, какую-то упражнялочку и тому подобное, и мне несколько раз задавали вопросы, типа, не боишься, что их украдут? И начнут использовать. Вот если мыслись в такой концепции, я поделюсь какой-то своей идеей, поделюсь книгой, материалом, ее украдут, ну вот это очень сильно ограничивает. Если мы даже вот эту информацию, да, будем распространять, для кого-то пройдет мимо, а для кого-то отложится общаться. Вот что мы можем сейчас сделать? Просто чуть более открыться друг к другу. О чем ты и говорила, да, преподавать, не взаимодействовать. Взаимодействовать. Когда все начнут взаимодействовать, что-то будет меняться. Ну да, как минимум от себя начать, ну транслировать, да, все равно это так работает, там лайки, репост, все равно идет в мир. Плюс, ну на фестивалях, правда, вот эти вот круглые столы, ну просто продавать, мне кажется, большую значимость, чем она сейчас есть, потому что сейчас это, ну там будет какой-то круглый стол, мы параллельно еще классный класс поставим туда, чтобы пошли все туда, а не на этот круглый стол. Вот. Ну как минимум с этого. Да. Я, например, задумался о том, чтобы на следующее занятие позвать девочек опытных. Я мальчика взыву, а девочек не взываю. И я подумал, о чем девчонок опытных не позвать. Ради эксперимента. Да, ради эксперимента. А вдруг зайдет. Да, гипотезы надо тестить. Вот такой вопрос. У нас есть типа кизомба трактир, трактир кизомбического препода. Есть такой чат ВКонтакте. И я был на многих круглых столах. С чем мы сталкиваемся? С каким барьером, который не позволяет то, о чем мы говорим, реализоваться? Когда вот собирается такая толпа, начинается какая-то ярмарка тщеславия. Я, 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 а своего никому не дам. Как воздействовать на людей? Как их заставить? Или как их сподвигнуть, начать себя вот эту тему переосознать? Чтобы они с конструктивной целью и подходом приходили на этот круглый стол. Чтобы понимали, как здесь все работает. Что мы здесь для определенной миссии. Что нужно какую-то сюда ценность выложить? вот как бороться с этой ярмаркой тщеславия? И надо ли с ней бороться? Мне кажется, какой вариант решения? Может, какая-то жесткая модерация или что? Мне кажется, это у каждого с себя начать. именно в плане самоценности, честности, все то, что было сказано, что я самодостаточный. Это же от этого идет как одна из причин. Почему там доброты хочется чуть больше. Как часто ты видишь, что у нас репостят не европейские ролики, а российские преподаватели? Ну, это есть, конечно, но не в том количестве, сколько альбиров и прочих. Хотя танцую не хуже, а то и лучше. Ну, с себя начинать и с точки зрения человеческой ценностей каких-то. Что я могу для этого сделать, чтобы ты начал с себя. Со своей стороны я могу попробовать немножко категоричности поубавить. То есть у нас, опять же, от этого эго я знаю как правильно. Когда ты будешь монтировать, может быть, ты обратишь внимание или уже обратил внимание, я часто добавляю по моему опыту, на мой взгляд, я думаю, что не я знаю как правильно, или это работает так, или вот фраза типа смотрите как, вот это вот нравоучительство, да, которое есть. Просто даже через какие-то фразы простейшие по моему мнению, а что если это работает так, да, вот просто во фразу поменять одно слово, это работает так, или а что если это работает так, и человеку другому будет уже значительно проще, он не будет пытаться отстаивать свою позицию так яро, если ты не говоришь, что моя самая правильная. Вот, наверное, это может помочь, потому что иногда люди сопротивляются, самой концепции не сопротивляются, наверное, тому, как это преподносится, что вот слушайте меня, нужно только так. Ну да, но указать на это, но не так, чтобы ткнув носом, чтобы не было того самого сопротивления и категоричности и такого отторжения, а именно сказать, что бы тут это мнение, есть такая проблема, и каждый сам себя в этом найдет, но как минимум надо это поднять. Ты, например, вначале сказал очень деликатно, что у меня есть такая гипотеза, и у меня внутри сразу нет никакого сопротивления. С опытом пришла некая такая модель конструирования фразы, чтобы заходила мягче и конкретно. Минимум слов, больше конкретики и смазка. Мягкий вход. Ну что, будем закругляться? Да, ребят, спасибо вам огромное. Просто гениальнейший и респект. Респект. Вы гениальнейшие эксперты. Огромный вам респект, что согласились на такую авантюру, что вырвал вас из вашей занятой, объемной, насыщенной жизни. Надеюсь, что это принесет свои плоды. И мы прорвемся, всех победим. в каком плане мы принесем пользу этому миру социалке и вообще людям. Ура! Это потом, знаешь, в самом конце. Ты уже пишешься, да? Говорю, надо вначале ставить. Здрасте, я Юрий, но не дуть. Мы в царских палатах и у нас в гостях царица и компания. А сколько ты зарабатываешь? Да, да. Есть не секрет. За встречу! За прогресс!